Начало учебного года по традиции совпадает с окончанием смен в детских оздоровительных лагерях. Все помнят трагические события, произошедшие в Карелии и несчастный случай в Строителе в августе 2015-го. Как следствие, в этом году пристальный взгляд чиновники обратили на усиление контроля за безопасностью отдыхающих. В целях недопущения такой же ситуации мы особое внимание уделяли педагогическому составу БАСО отдыха и оздоровления. В этом году пионерские лагеря приняли более 50 тысяч человек. На протяжении всего лета надзорными органами проведены 60 проверок, 12 из которых внеплановые. По словам сотрудников департамента соцзащиты, сезон прошел спокойно, однако тест на профпригодность прошли не все. К сожалению, у нас был такой случай в этом году, достаточно редкий. Мы не приняли БАСО отдыха, хотя заключили с ней государственный контракт, потому что требования госконтракта не были выполнены. Не было дано разрешение Роспотребнадзора на открытие лагеря, и пожнадзор тоже не давал такого разрешения. Руководители детских учреждений с департаментом «Солидарный» профилактика принесла свои результаты. Для нашего лагеря, в общем-то, оно прошло довольно успешно, спокойно. У нас было около 500 ребят из 10 регионов страны, приезжали издалека, в том числе из Астрахани, из Мурманска. Был ребенок из Великобритании, который непосредственно из Лондона к нам приехал уже в конце августа. Каких ни было серьезных эксцессов за это лето, слава богу, не было. Ну, какие-то бытовые вещи, травмы, болезни, мы, конечно, без этого не обошлись. Но самое главное, чтобы все ребята от нас уехали здоровые, довольные, счастливые, отдохнувшие. Несмотря на то, что летний сезон закрыт с положительными итогами, работа надзорных органов не остановлена. На территории региона действует несколько лагерей с круглогодичным режимом работы. Графики проверок составлены, а значит, никаких передышек. Как ни абсурдно, у руководителей баз отдыха на отдых времени совсем нет. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.